Полсотни ходоков вышли на улицы города, чтобы определить сильнейшего в скандинавской ходьбе. Соревнования по этому виду спорта впервые прошли в Наринмаре. В них приняли участие ходоки из Наринмара, Оксина, Красного и Тельвицки. Обычная утренняя прогулка для Людмилы Ордеевой закончилась победой в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Лыжница впервые попробовала себя в этом виде спорта и сразу такой результат. Сбегала до дома за спортивным костюмом и вот решила принять первый раз участие. Палки в руки и вперед. С Медовича, Ненецкая, Ваучейского трасса проложена по главным улицам Наринмара. Дистанции 1, 3 и 5 километров. На старте 46 спортсменов. Среди них врачи, нефтяники, учителя и школьники. Марш! Удачи всем! Самая юная участница 10 лет, самая пожилой за 70. Скандинавская ходьба подходит всем. С ее помощью можно поддерживать себя в отличной физической форме. Я за свою жизнь уже прошла все, как говорится, секции. Но вот по возрастной вот это самое лучшее. Скандинавская ходьба в Ненецком округе существует больше двух лет. За это время количество желающих заниматься стремительно выросло. Нам сейчас надо пока себя только показать, что мы существуем, что мы есть. И посмотрите, какие чемпионы у меня ходят. Уже девочки за год они очень хорошие достигли результатов. Организаторами соревнований стали представители Союза женщин России. Они отметили, что на будущий год статус этих соревнований вырастет до международных. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.